Я получился. Зрители, возможно, ожидали комбинации чего-то еще, но это тоже футбол. Такие игры тоже надо играть, такие игры тоже надо пытаться выигрывать. Ну, в принципе, в принципе, да, хотелось бы лучше, хотелось бы лучше, да, но, в принципе, выполняли полностью установку. То, что было задумано, выполняли, могли проиграть, даже при том, что выполняли установку, но, опять же, надо прессы спрашивать. Ну, просто да, просто матчи в основном составе выходят другие футболисты, потому что есть выбор. В матче не выходят, потому что нет нужды именно в этих матчах, Калачева, опять же, на замену выходят другие футболисты, которые тоже у нас есть. Проиграли, значит, мнение такое же, не очень удовлетворительное, можно даже ближе к плохому, конечно, тот эпизод с офсайдом. Я думаю, что все-таки он был, нежели не был. Сейчас посмотрел несколько раз. Но я не хотел бы акцентировать на это внимание, потому что в любом случае это проигрыш, и надо двигаться дальше. Что касается игры, чего нам не хватило? Не хватило более точных передач в завершающей фазе. Немного спешили. Можно было более тонко играть. В принципе, мы знали, что Ростов будет выбегать и проводить свои быстрые атаки. Но достаточно мы хорошо противодействовали этому, за исключением последних минут, где мы уже рисковали, но и немного неправильно располагались наши центральные защитники. Но это уже, в принципе, разбор командной игры. В целом ребята полностью отдались игре. И я считаю, что позитивы они все равно есть в игре. Да? К сожалению, мы проиграли. Но все еще впереди. Мы не будем мириться, конечно же, с этим. И каждую игру будем прикладывать максимум усилий, чтобы исправить наше турнирное положение. И, конечно же, улучшить нашу игру, безусловно. И победы, я уверен, будут. Спасибо, коллеги. Ваши вопросы называйте себя, как всегда. Борис. Борис Фельдков, аргументный факт, что ли. Олег Георгиевич, очень неубедительно ассенал выглядит в атаке. Видите ли вы какие-нибудь варианты усилений на атакующих? Именно в игре. Именно в игре. Да, конечно, вижу. Я сказал, что мы создаем моменты, но они не такие, не в таком количестве. Раз и плюс. Нам, конечно, еще нужно работать над взаимодействием, чтобы мы свои атаки чередовали с розыгрышем, конечно, комбинацией, с фланговыми передачами, но они, конечно, должны быть более точными, нацеленными. И тогда мы будем завершать. То есть, так как ребята работают, я вижу, то я уверен, что мы придем к этому. Изменения в составе. Ну, понятно, Григалава у нас удален. Значит, нужен игрок. Игрок я выбрал Дениса. Так как достаточно серьезная психологическая нагрузка игровая была на Левашову в двух играх, когда мы играли две игры в меньшинстве, то я выбрал Нигматулина, потому что, в моем понимании, это два равноценных игрока, и держать Нигматулина тоже нельзя. Это серьезные футболисты, и они должны биться за место в составе. И сегодня у него был вот такой шанс, но я считаю, что он достаточно хорошо отыграл и спас нас в конце контратаки. Да, не выиграл пенальти, но в целом, конечно, он хорошо отыграл, хотя Ростов от особых моментов, можно сказать, только в концовке, и больше ничего нет. Что касается Альварес, ну, это игрок, который в прошлом году достаточно серьезно заявил себя в российской премьер-лиге, и, конечно же, его уровень мы все понимаем и видим. Так как он играет на левом фланге, и у него рабочая левая нога, то, конечно, нам нужны вот эти фланговые атаки с его передачами нацелены. Для него это первая игра, конечно, он, возможно, не так еще готов функционально на все 90 минут, поэтому в концовке он все-таки были моменты, ошибался, но держал свой уровень все равно. Соответственно, дальше у нас Чавушич не играл в прошлом матче из-за повреждения, которое он получил во втором тайме уже ЦСК, то сейчас, опять же, на обезболивающих он вышел и играл, и молодец то, что терпит и играет через немагу. В Берхамов вернулся. В Берхамов вернулся также игрок, который у нас с носом. Джорджевич также уже на протяжении трех игр, у него перенапряжение, переводящее мышцы, и он на тренировках в щадящем режиме, но так как у нас на данный момент нет центрального нападающего, и мы, я надеюсь, все-таки, руководители понимают и все-таки дадут нам возможность приобрести еще одного нападающего, потому что с одним играть достаточно сложно. Не планировали так, я думаю, из-за того, что мы пропустили на какой минуте? На 65-й. На 65-й. Мы все равно сначала разыгрывали, старались играть, я выпустил Лисового, Кангву, поменяли мы немного схему нашей игры, играли уже с Ткачевым в середине, десяткой под Джорджевичем и Кангва и Лисовой. Я надеялся, что они будут обыгрывать игроков на своих флангах и, соответственно, дальше уже в зонах инсайда, и дальше проводить уже атаки, но, конечно, нужно было, в моем понимании, более тонкие и еще точные передачи делать. Да, они скорость добавили, они прибавили, желание было, в принципе, это ожидаемо, потому что соперник уже на флангах устал, и, конечно, они добавили нам вот этой скорости, активности, но не хватало точности в завершении. Но, вы же видели, Ростов всей командой защищался, практически стал в штрафной площади. Вот, здесь нам, конечно, надо было, в моем понимании, чередовать атаки и низом, и, возможно, верхом, возможно, но также наносить удары со средних дистанций перед штрафной. Опять же, если мы вспомним, сколько они делали одно и то же, мы всегда выигрывали. Да, возможно, с небольшой такой борьбой, где-то с суетой, возможно, но мы выигрывали все равно. Но, опять же, у игроков, игроков более, арсенал и сравнивать с Ростов, план параметрических данных, конечно, они повыше, помощнее, чем у нас игроки в целом. Но, тем не менее, мы достаточно сыграли уверенно, а тот гол, который забивался, это на совести арбитра и судейской гривы. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...